Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на цветочном семинаре. Сегодня я и мой коллега Иван Кузняков расскажем вам про цикламены, про ассортимент и особенности технологии выращивания. Ну, начнем мы с ассортимента цикламенов. С тех пор, как компания Сингента поглотила компанию Варенова, в нашем ассортименте насчитывается целых 25 серий цикламенов. Причем в каждой из серий может быть до 14 окрасок. Ну, вот здесь вот на слайде вы видите одну окраску, представленную в семи сериях нашего цикламена, и это еще не предел. Как же разобраться во всем этом огромном ассортименте цикламенов? Для этого предлагаю вашему вниманию вот такую табличку. Ассортимент, актуальный ассортимент цикламенов на 2020-2021 год. Табличка распределена таким образом. Классическое деление цикламенов. Крупноцветковые цикламены, мини-цикламены и промежуточный вид цикламенов, миди-цикламены. Нижняя строка в таблице – это особенные серии. Те серии, у которых какой-нибудь необычный цветок или необычные листва. Вот, например, с правой стороны на картинке вы видите из особенной серии цикламен из серии флорен-вок. Обратите внимание, насколько действительно необычное растение. Также мы разделили цикламены не только по размеру, но и по срокам цветения. Основная колонка – это цветение осенью и весной. Это наиболее привычное время цветения для цикламенов. Как правило, прохладные условия выращивания и часто недостаток освещенности. Для южных регионов и для тех, кто хочет продавать как можно более раннюю продукцию цикламенов, для цветения летом и до середины осени, когда мы выращиваем цикламены в теплых условиях и достаточно много света, пожалуйста, используйте последнюю колонку. Вот серии перфета, сьерра, кантига, магния, канта-сильвер и так далее. И вот эта вот колонка цветения летом-осенью, она наиболее подходящая для тех, кто производит цикламены в южных регионах. Обратите внимание, некоторые цикламены помечены, серии цикламенов помечены звездочкой. Это означает, что эти серии вы можете использовать как в южных регионах, так и в северных регионах. И цвести эти цикламены могут практически круглый год. Синим цветом выделены цикламены, которые очень схожи между собой. Например, в следующих слайдах я вам покажу, что серия Rainier практически не отличается от серии Magni. Или, например, серия Maxoro Fringe выглядит практически так же, как цикламены из серии Friller. Со временем, где-то года через два, мы сделаем оптимизацию нашего ассортимента и будет еще попроще ориентироваться в наших сериях цикламенов. Но пока что, вот обратите внимание, такое количество серий изгруппированы они так. Рекомендуемый диаметр горшков, например, для мини-цикламенов от 6 до 10 сантиметров, мини-цикламены от 10 до 14 сантиметров, крупные растения диаметра горшка от 14 сантиметров, но в России чаще всего, наверное, используют 15-й горшок, и вплоть до горшка диаметром 23 сантиметра. Начнем мы с классических крупноцветковых серий цикламенов – это Magni и Rainier. Они подходят, обе серии, для выращивания в горшках диаметром от 14 до 25 сантиметров. Основное отличие серии Magni от серии Rainier – это в том, что серия Magni содержит в себе 11 окрасок и цветет она в любой сезон. Это универсальная серия, ее можно использовать практически для любого региона, для цветения и на 8 марта, и ко дню учителя, и для весенних продаж, и для зимних продаж. Серия Rainier на одну окраску больше содержит, 12 окрасок. Это одна из лучших серий для производства к 8 марта. Почему? Потому что в серии Rainier растения отбирались специально для того, чтобы выдерживать условия недостаточной освещенности и достаточно прохладных температур. С левой стороны на картинке вы видите, что наша китайская коллега держит цикламен из серии Magni в горшке диаметром 23 сантиметра. Дальше. Для южных регионов, для ранних продаж мы предлагаем крупноцветковые жаростойкие цикламены из серии Perfetta и Sierra. И в серии Perfetta и в серии Sierra крупные цветки, великолепная устойчивость к высоким температурам. Обе серии подходят для выращивания в горшках диаметром от 14 сантиметров. В серии Perfetta пока что только 7 окрасок, в том числе окраски серии Synchro. Серия Perfetta отличается тем, что у нее самые ранние сроки цветения в сегменте крупноцветковых. Серия Sierra более многочисленная по окраскам, их здесь 12 штук, в том числе окраски Synchro. Серия Sierra отличается великолепной жаростойкостью. Что такое Synchro? Это такая концепция, в которую собраны определенные серии с наиболее однородными сроками цветения для массового производства. Вот здесь на фотографии вы видите производство цикламенов в Голландии. Если в России в целом за год производится около 1 миллиона цикламенов, то в Голландии около 30 миллионов цикламенов мы производим в год. Почувствуйте разницу. В Голландии в основном используют монокультуру для цветения цикламенов, поэтому там крайне важно, чтобы все окраски в серии зацветали одновременно. Вот для этого мы выбираем самые однородные по срокам цветения серии и объединяем их под брендом Synchro. Опять же, Перфетта и Сьерра и Синхра – самые однородные серии среди крупноцветковых цикламенов. Миди-цикламены – промежуточная серия. У нас две серии – Лазер и Мерита. По виду очень сложно отличить растение из серии Лазер от растения из серии Мерита. В любом случае, это идеальный вариант для получения большего количества растений с квадратного метра. Подходит цикламена Лазер и Мерита для выращивания в горшках диаметром от 10 до 14 сантиметров. Подходит для цветения осенью и весной. В серии Лазер 14 окрасок, в том числе 11 окрасок, подходит под концепцию Synchro. В серии Мерита 12 окрасок. Обратите внимание, на Западе, поскольку центральное отопление тоже чаще приходит в дома, есть такая тенденция, что цикламены уходят с подоконников в сады. Так же, как уже практически полностью ушла Пеларгония с подоконников в сады, стала летником, вот потихонечку уходит цикламена с подоконников в сады. Потому что цикламенам достаточно жарко и сухо в комнатных условиях современных. Новинка 2021 года – серии Алоха. Пока что в этой серии всего одна окраска, но обратите внимание, насколько интересна эта окраска и насколько необычная форма цветка. Вот эти растения компактные, это мы уже переходим к особенным сериям цикламена. Подходит она для цветения осенью и весной. Итак, цикламен Алоха. Либо промежуточный, либо мы его считаем мини-цикламеном. Следующая серия из особенных серий цикламенов – это гоблит. Необычная форма цветка. Гоблит в переводе с английского – это кубок. Обратите внимание, даже вот такие вот бирки на растениях выполнены в виде кубка. Очень компактные растения. Прекрасно сохраняют свой товарный вид на прилавке. Подходит для цветения в любое время года, в любых регионах. Для горшков диаметром от 8 до 10,5 см. В настоящее время серия гоблит насчитывает три окраски. Я впервые познакомилась с цикламеном серии гоблит в Обе или Вашане в каком-то большом магазине в Краснодарском крае. Там были представлены вот именно такие мини-растения с этикетками, привезенные из Голландии. Но я очень надеюсь, что после прослушивания вот этого вебинара и после посещения наших сайтов и Инстаграм-трансляций, после помощи Ивана Кознякова, вы научитесь выращивать эти серии в России. И уже не мы будем импортировать готовую продукцию в Россию, а может быть, мы даже научимся ее кому-то поставлять сами за рубеж. Следующая особенная серия цикламенов – это сильверада. Необычные растения, они интересны серебристой листвой с таким очень мраморным красивым узором. Для горшков диаметром 9-12 сантиметров. Цветение проходит осенью или весной. В серии насчитывается шесть окрасок. Итак, серия сильверада. Вот здесь мы смотрим не на необычную форму или окраску цветка, а именно на красивую декоративную листву. Обратите внимание на варианты использования. Можно использовать патио, можно использовать как подарочное растение, ну или вот просто классическое выращивание в горшках. Цикламены не очень крупные, но очень изящные. Винтер айс. А вот это крупноцветковый цикламен и мощные растения тоже с необычной листвой. Это прекрасное подарочное растение для зимнего времени. Винтер айс переводится как зимний лед. И мы видим такую своеобразную прекрасную ледяную кайму по краю листа. Этот цикламен мы выращиваем для горшков. В горшках диаметром от 13 до 19 сантиметров. Серия насчитывает пять окрасок. Замечательная серия, наверное, одна из моих любимых особенных серий цикламенов. Это рокалина. Это идеальный подарок к 8 марта и ко дню учителя. Соответственно, мы можем их производить для цветения и осень, и с октября по март. Цветки как будто бы махровые за счет сильной гофрированности лепестков. Растения компактные. Рокалина мы выращиваем в горшках диаметром 10-12 сантиметров. Обратите внимание, белый цветок здесь на слайде не показан, но белые цветки обладают самым приятным ароматом в серии рокалина. То есть, если мы хотим кого-то порадовать еще и запахом, наполнить свою комнату ароматом, тогда мы покупаем рокалину белой окраски. Всего в серии рокалина насчитывается шесть окрасок. Ну и последняя в этой презентации, но далеко не последняя по значимости серия особенных цикламенов 2020-2021 года. Эта серия называется Flore and Walk. Невероятно крупные цветки, необычных для цикламена формы. Посмотрите, какую сделали замечательную эмблему этой серии. И подходит она только для продаж класса премиум. Вот этот цикламен особенный. Его изначально нужно позиционировать тем, кому вы будете продавать эти растения. Нужно говорить, что цена будет больше. Когда вы будете выращивать этот цикламен, ему нужно уделять особое внимание. Красота требует жертв. В данном случае эта красота требует вашего определенного внимания, повышенного внимания к этой серии. Ее нельзя не успеть расставить, не вовремя или не успеть не подкормить. Она должна выглядеть идеально. В серии четыре окраски. Самое лучшее время для цветения этих цикламенов, ну а значит для продажи или для содержания этих растений у себя в комнате, это осень. То есть прекрасная женщина, прекраснее всего осенью. Итак, мы сделали обзор основных серий цикламенов 2020-2021 года. И сейчас я приглашаю к докладу моего коллегу Ивана Кузнякова.